Здравствуйте, это передача для родителей. Учимся растить любовью. Я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях руководитель ресурсного центра и пресс-служба Выборгской епархии Яна Сенькина. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Марина. А говорить мы будем о школьных проектах, о том, для кого они нужны, зачем они нужны и что это вообще такое. Многие родители совсем не знают, а сталкиваться приходится, по-моему, сейчас практически всем. Итак, мне кажется, что важно обязательно обозначить, что вы еще и кандидат филологических наук, то есть и со школьниками часто работаете, и школьные проекты. Это в том числе и та часть вашей деятельности, которая относится к ресурсному центру Выборгской епархии. Поэтому будем сегодня говорить о школьниках, о родителях, о педагогах и о том, кому же нужны вот эти вот проекты внутри школы. Да, замечательно, Марина. Очень рада. Это будет, я полагаю, очень интересный разговор, потому что я в том числе эксперт грантовых конкурсов. То есть как раз недавно я закончила экспертизу, уже можно об этом говорить, конкурса «Моя страна, моя Россия», президентская платформа «Россия – страна возможностей». В частности, вот одна из моих экспертиз. Один из удачных, я бы сказала, опытов моих экспертиз. И там как раз я провела проверку ряда работ ребят уже как раз 16-17 лет, 15 лет. Грантовые конкурсы – это чаще всего заявки от НКО, бывают заявки для ИП, бывают заявки для других юридических лиц. И тем не менее, это в основном от 18 лет в них ребята участвуют. Вот Росмолодежь, гранты, они бывают для ребят помладше. А вот конкурс «Моя страна, моя Россия», повторюсь, президентская платформа «Россия – страна возможностей», он как раз адресован во многом школьникам. И львизная доля проектов была от ребят вот самого такого старшего школьного возраста до молодежи, студентов и так далее. В прошлом году я сама принимала участие в этом конкурсе, стала победителем. Ну а в этом году уже была экспертом и готова поделиться с вами своим опытом и своими кейсами проектов. Яна, но прежде всего хочется понять, а для чего нужно участвовать в школьных проектах? Для чего это может быть полезно школьникам? Мне кажется, старшеклассники настолько загружены во время учебы, они готовятся к ЕГЭ, многие посещают дополнительные кружки и секции, поэтому тратить свое время и силы на еще какую-то проектную деятельность. Для этого нужно понимать, зачем это нужно школьникам, чем это может им помочь в дальнейшем. Или это просто интересно, здорово, весело, или все-таки тут есть еще и какая-то, ну, я не знаю, выгода. Например, это добавит баллы к поступлению в ВУЗы или еще какие-нибудь такие вот неочевидные бонусы проектной деятельности. Да, польза присутствует несомненно. Ну, во-первых, проектная деятельность – это вид деятельности, это не, собственно, направление, как мы бы назвали, например, ребенок ходит на дополнительные занятия по ЕГЭ и в кружок танцев, и в кружок фотографий, и в кружок рисунка, при том, что он не планирует поступать, да, ну, понятно, там, примерно в Академию художеств. Нет, проектная деятельность – это способ формирования, мышления ребенка, и я считаю, что его нужно закладывать как можно раньше. То есть это способ оформления своих мыслей, своих идей. И этот способ может быть полезен, в принципе, каждому из нас, потому что у нас не все взрослые, и это показывают тоже заявки на грантовые конкурсы, не все взрослые могут формировать, упаковывать свои идеи, упаковывать свою деятельность в проект или вычленять из своей очень продуктивной и очень эффективной деятельности прихода НКО, вычленять деятельность проектную, которую с охотой поддержит любой фонд. Итак, какие же школьные проекты действительно существуют, как их искать, как о них узнавать? Мне кажется, что иногда ни родители, ни ученики и даже не все педагоги знают о том, какие существуют проекты, где за ними следить, где посмотреть весь ассортимент для того, чтобы что-то выбрать и в чем-то принять участие. И где же это делать? И как же искать? Ну, вообще, часть педагогов знает, занимается этим, и присутствуют такие факультативы, как проектная деятельность. Или в рамках школьных уроков такая деятельность ведется. В принципе, нам с вами такая деятельность знакома, когда нам задавали рефераты, в принципе, нас просили сделать отчасти проект. Отчасти. К сожалению, сейчас я вижу в виде рефератов такие проекты на молодежных грантовых конкурсах. Это не совсем верно, и все же это такой старт проектной деятельности. То есть, если нас просят, например, по итогу посещения музея, сделать реферат о жизни, например, Федора Михайловича Достоевского, вот один из моих проектов был посвящен его творчеству, проект «Явление Достоевского совместный», «Каневская подворья», где молился Достоевский, и у музея-квартиры, который находится буквально в квартале от Каневского подворья. Соответственно, ребенок, возвращаясь из музея, записывает какие-то свои впечатления, то, что ему понравилось. Это часть проекта, уже определенная деятельность определенного рода. Затем открывает книгу, какой-то справочник, учебник, условно, выписывает то, что запомнилось ему больше всего, возможно, в этом музее. Я имею в виду в связи с музеем, в биографии писателя и в его творчестве. Вот уже не просто реферативный, то есть не просто конспект текстов, а определенный проект. Это вот начало такой проектной деятельности. Ученики, понятно, каким образом участвуют в проектах. Учителям, чем может быть это полезно, нужно, или это просто дополнительная нагрузка, которая им конкретно ничего не дает? Конечно, это нужно. Это, во-первых, нужно для педагогического портфолио. И я знаю, что, поскольку я сама защищала категорию педагога, знаю, что нужны статьи определенные, публикации и участие в ряде мероприятий педагогических. Одним из таких мероприятий могут стать пресловутые эти грантовые конгрсы. Почему я говорю грантовые и в связи с проектной деятельностью? Потому что вот сейчас в Центре проектных инициатив «Периферия», получившем президентский грант от Выборгской епархии, поддержанным синодальным отделом по взаимоотнестрию с Церковью, с обществом и СМИ, мы учим людей, активистов всех приходов, педагогов и сотрудников НКО, которые готовы просто сотрудничать с Церковью, учим их проектному мышлению. Как только человек понимает, что за формат проекта, что такое проектное мышление, как писать проекты, как их презентовать, в том числе спонсорам, он готов участвовать в грантовых конкурсах. И его проекты, возможно, сначала не будут поддержаны, но, по крайней мере, эксперт грантового конкурса уже будет видеть, что жанр соблюден. Соответственно, педагог, помогая ученику участвовать в таком конкурсе, помогая подготовить проект, сам узнает о проектной деятельности, а потом сам может участвовать в конкурсах педагогических каких-то определенных, в том числе, я повторюсь, конкурс «Моя страна, моя Россия» – это, пожалуй, самый масштабный такой конкурс и для школьников, и для педагогов, потому что там есть отдельная номинация для педагогов. И в описании, соответственно, такой проектной деятельности он повышает свою квалификацию. Возвращаясь к теме «Где же это найти?», я снова приглашаю наших зрителей на периферию, сайт периферия.про. Там у нас после регистрации в личном кабинете открывается база материалов, во-первых, где есть заявки победителей президентских грантов, чек-листы, методические материалы, презентации наших заявок победителей и так далее – это первое. Второе – телеграм-каналы. В телеграме можно вбить просто гранты, и самое главное – вбить для наших православных слушателей телеграм-канал «Церковь и гранты». Это мой телеграм-канал, который я, собственно, введу в проекте «Периферия», рассказывая там о грантовых конкурсах, которые могут быть полезны православным приходам, НКО, православным активистам. И ряд телеграм-каналов, среди которых я бы хотела выделить капитан грантов. Очень красивое название. Там все гранты и конкурсы абсолютно, от и до. Если я говорю именно о теме церковь и гранты, то там и невоцерковленные люди, и, в принципе, каждый человек может найти себе что-то интересное, потому что там стипендии, стажировки, международные стажировки, детские и школьные конкурсы, какие-то конкурсы условно даже детских рисунков, которые тоже чаще всего проходят в формате проекта, потому что сейчас чаще всего на более-менее хороший конкурс недостаточно нарисовать рисунок, нужно его презентовать. Как вам кажется, это не надуманная ли такая вот новая сфера, в которую нас пытаются втянуть? Ведь многие так и думают, что нам придумают то, что нам, в принципе, не нужно. Мы будем просто учить наших детей, получать... Они будут у нас знания, поступят в ВУЗ и будут учиться. И зачем нам нужно какое-то проектное решение, проектное мышление? И зачем нам нужно принимать решение о том, что мы будем участвовать в проекте? Я бы тут хотела и от себя несколько сказать, что сейчас и в ВУЗах есть такая направленность. Проектная деятельность сейчас развивается и в ВУЗах. И поэтому, если ребенок познакомится вовремя с вот этим самым проектным мышлением, это ему принесет только пользу. По крайней мере, вреда точно не будет. Ну и к тому же это действительно весело и забавно. Мне бы хотелось, чтобы вы немного рассказали о том конкурсе, который вы уже дважды упомянули. Школьный конкурс. Что за школьники в нем принимают участие? Что за проекты они представляют? Как их оценивают эксперты? Мы сейчас попробуем каким-то образом сориентировать наших телезрителей, чтобы они поняли, интересно ли им это будет. Могут ли они в чем-то подобном принять участие и предложить это своим детям? Ведь что таится? Мне кажется, каждый родитель очень хочет увлечь своего ребенка чем-нибудь полезным, нужным и вот таким вот, мне кажется, наукоемким. Да. Я бы начала с того, что работа в проектной деятельности, она поможет вашему ребенку в дальнейшем сэкономить время на повышении квалификации в области проектной деятельности. Ну, то есть я сама, как победитель конкурса, который мы дальше скажем, получила, это называется, грант на обучение, ну, то есть бесплатное обучение в РГГУ, Российском государственном гуманитарном университете, по специальности проектная деятельность молодежи, управление проектами. Собственно, если человек заранее этим занимается, ну, мне нужен был диплом, а в дальнейшем ему учиться этому не придется, если он уже потихонечку обучается со школьной скамьи этому, и, естественно, в ВУЗе. В ВУЗе такая проектная работа, как мы и сказали сейчас о школе касательно педагогов, такая проектная работа котируется в отношении элементарно оценок. То есть студент может поучаствовать в проекте, это принесет ему определенные баллы, определенные оценки по предметам. Ну и самое главное, диплом, диссертация, это проект по сути, научный проект, да? То есть любое исследование, оно предполагает, имеет определенные черты проектной деятельности. Мы сейчас не будем этого сильно касаться. Ну, а говоря о конкурсе «Моя страна, моя Россия», очень легко, соответственно, найти его в Яндексе по такому поиску. Еще можно найти по аббревиатуре MSMR, сокращенно, да? И там могут принимать участие ребята по ряду номинаций. Если я не ошибаюсь, в этом году их было около семи или десяти. Ребята даже до 13 лет. Там такая интересная номинация «Сказки», то есть литературная номинация для деток. Наоборот, верхний возрастной потолок, его практически не присутствует, потому что там педагогическая номинация, педагоги могут подаваться. Ну и средняя, самое главное, да, это школьники и потом молодежь. То есть все равно я понимала, что нас разделяли. Вот в прошлом году я как участник прошла через это все сама, поэтому теперь уже как эксперт могу поделиться с вами таким объемным опытом. Вот. И нас разделяли. То есть понятно, что сложно школьнику соревноваться в 18 лет, ну, спроси, секретарем епархии, скажем так. Ну, это и не нужно. У ребят должна быть мотивация, должен быть интерес. У них он был. Интерес, собственно, в конкурсе «Моя страна, моя Россия» заключается в их широком партнерстве. Победителей награждали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Вот я его посетила и, соответственно, презентовала там, можно сказать, свой проект, вот периферия. Награждали денежными призами, но там такое количество участников большое, что, в принципе, ну, прям победитель с денежным призом, ну, я честно скажу, что это маловероятно. Но партнерство, то есть будущий студент, ныне школьник, может получить рекомендацию для поступления в ВУЗ. Может получить как приз определенные льготы, скидки в ряде ВУЗов. Но я сейчас не буду в конкретику тоже вдаваться, чтобы, опять же, не дать ее слишком, ну, излишне. И поэтому, соответственно, человек имеет мотивацию для участия в этом конкурсе. Ну, а в отношении проектов, опять же, я как автор большого количества заявок скажу, что там все соответствует заявке золотого стандарта. Золотой стандарт у нас в стране – фонд президентских грантов, конечно же. И православная инициатива, если мы говорим о нашем поле деятельности. Вот. И там, вот в этом конкурсе для школьников есть все. Если педагог внимательно поможет школьнику это сделать, если он сам в это вникнет, то это будет прекрасный старт для дальнейшего обучения в любой сфере – и в IT, и в гуманитарной, и даже в бизнесе, потому что, создав проект, человек может его всегда упаковать более пространно, более кратко, научиться создавать презентации и в дальнейшем подавать свои идеи, например, спонсорам, например, на краундфайдинговых платформах. Недавно открылась краундфайдинговая платформа церковная «Поможем», вот синодальный отдел по благотворительности открыл. Все это может быть и должно быть, дай бог, использовано. Яна, а с какого возраста? Вот мы все время говорим о старшеклассниках, мы говорим о студентах вузов. Младшие школьники и учителя начальных классов могут ли принимать участие в проектах? Есть ли, как ваш опыт подсказывает, подходящие направления деятельности проектных комиссий, я не знаю, как это вообще называется, куда нужно обращаться со своими проектами, где можно найти то, во что можно вписаться со своими предложениями? Для младших школьников это предусмотрено? Ну, есть фонды-грантодатели, которые, разумеется, работают, как я уже говорила, с юридическими лицами или с ребятами. Каждый конкурс имеет определенную документацию, в которой прописано, люди каких возрастов могут в нем участвовать. Мы, в свою очередь, недавно проводили такие конкурсы в проекте Ленин, Достоевского, Лесков и Конописец «Русской души» в проектах, поддержанных президентскими грантами. И, собственно, мы собирались командой, в основном педагогов, и обдумывали, с какого возраста мы готовы принимать, например, работы ребят для издания в книге или для публикации, для организации фотовыставки. То есть это в каждом конкретном случае разная история. Но ребятам и родителям, соответственно, младших школьников, я бы посоветовала посмотреть музей своего города и библиотеки. То есть начинать можно с этого. Есть еще дома культуры, разумеется, но учреждения культуры достаточно часто проводят литературные конкурсы, конкурсы рисунков тоже, конкурсы чтецов, выступления. И приходы, разумеется, и епархии тоже активны в этом отношении. Достаточно сказать, что у нас в епархии проводятся Кирилл и Мефодиевские образовательные чтения. Естественно, в каждой епархии проводится конкурс «Красота Божьего мира», конкурс рисунков. Ну и в каждом приходе, в каждой епархии отдельно обращайтесь на сайте своей епархии. Итак, мне кажется, что сейчас мы уже получили достаточно информации для того, чтобы начать искать какой-нибудь проект, в который может любая семья войти, или любой приход, или любая школьная организация. Но мне вот интересно. В принципе, об этом знают ли приходы, об этом знают ли школы, или здесь необходимо какое-то дополнительное просвещение для того, чтобы вовлечь и ребят, и педагогов в эту деятельность. Мне кажется, вот в Петербурге очень многие приходы. Сейчас, куда я не приеду, везде развернута такая потрясающая приходская жизнь, которая дополняет богослужебную, и она часто имеет характер именно осуществления какого-либо проекта. То есть это получается грант на это, и развивается какой-то проект, и обязательно мы видим его плоды. И плоды эти прекрасны. Но такая ли ситуация везде, и как просвещать в этом направлении? И действительно ли везде, возможно, и все ли могут на это претендовать, и все ли могут у себя развернуть нечто подобное? Я бы сказала, что Петербург у нас столь активен, в том числе благодаря координаторам конкурсов православной инициативе, это Наталья Викторовна Грохольская, которая здесь, в Санкт-Петербургской митрополии, проводит уже долгие годы такую просветительскую работу. В малых епархиях об этом знают не всегда, разумеется. И когда, я помню, на вере и слове на форуме православных СМИ и пресс-служб, которые раз в два года проводят синодальное депо за медицинским сообществом и СМИ, я была на мастер-классе, на встречах с руководителями фондов-грантодателей, было понятно, что люди, в общем-то, не очень хорошо осведомлены в отношении проектной деятельности. Это правда. То есть необходимо такое просвещение. И я вновь повторюсь, вот я конкретно занимаюсь этим. То есть в Центре проектных инициатив периферия, сайт периферия.про, онлайн. Поэтому, ну, собственно, наш охват самый широкий. И просто приходы часто боятся идти в эти гранты, потому что кажется, что сложная отчетность и так далее. И тем не менее, это важно, чтобы нам и приходам, и епархиям показывать обществу, что мы честны. К сожалению, существует очень много стереотипов о церкви, да, и о материальных средствах, связанных с церковью. А гранты как раз помогают их преодолеть, потому что мы действительно, я вижу это при своих реализованных проектах, очень стараемся честно отработать, потратить, реализовать с максимальной пользой полученные от государства деньги. Вот. Поэтому я надеюсь, что все больше и больше приходов будет участвовать в такой проектной деятельности. А может быть, и сами создавать такие конкурсы. Потому что бывает, вот мы как раз с вами затронули этот момент, то есть мы вернулись, получается, в нашем рассуждении, епархии проводят конкурсы. Какие-то епархии не проводят. Но заинтересовавшись, узнав о возможности такого взаимодействия, они смогут свою деятельность оживить и в том числе привлечь внимание СМИ. Поэтому сейчас мы обращаемся не только к родителям, но и к сотрудникам приходов к духовенству, говоря о такой проектной деятельности, о ее важности. И мне кажется, еще стоит проакцентировать внимание на то, что любое участие в проекте нужно каким-то образом зафиксировать. То есть раз мы говорим о том, что это может пригодиться в дальнейшем для поступления в ВУЗ, то есть ребенок, который участвует в каком-либо проекте, школьник, он непременно должен это где-то собирать. То есть собирать какую-то свою папочку. Дело в том, что обычно старшеклассники об этой папочке проектной вспоминают только, когда собираются подавать все документы в ВУЗ. И хотелось бы проакцентировать внимание на этом. Я права или все-таки действительно можно только самые главные сложить, потом, может быть, один какой-то проект приложить и этим довольствоваться? Или если ребенок в чем-то принимает участие, родителям все-таки нужно заботиться о том, чтобы все это сохранилось и, скорее всего, это пригодится? Даже если не пригодится, мне кажется, это будет прекрасная память. И, в общем, такую папку я бы формировала. А вы как порекомендуете свои достижения, свое участие фиксировать для того, чтобы потом это можно было где-то предъявить? Ой, вы когда сказали сейчас об этой замечательной папке, я вспомнила себя в девятом классе. Я с детства воцеркален человек, крестилась и ходила в воскресную школу в храме Дмитрия Солонского в Коломягах нашего города. И когда я перепоступала из школы в школу, а я училась до девятого класса в школе с техническим уклоном, там лицей физико-математический с информатикой, я по совету педагогов из археологической студии Ванечкова дворца стал поступать в литературно-историческую школу 27-й на Васильевском острове. Я пришла туда с папочкой, которую действительно собирали мои родители, а я ее не собирала, потому что я же православная, скромная девочка, какие грамоты, слава тебе, Господи! Поучаствовала и поучаствовала, молодец! Ну, забудь, слава Богу, Господь дал тебе разумение. Я не думаю, что мне родители давали такую установку, я считаю, что все-таки она не совсем верная, потому что мы знаем, что мы заработаем вместе с Богом, в соработничестве, в синергии. И ребенок, он тоже должен знать, что он молодец, он способен, талантлив, все способны, талантлив, просто кто-то в большей степени прикладывает усилия, кто-то в меньшей, кто-то в той сфере, кто-то не в той. И, соответственно, такие грамоты нужно собирать. Я, возвращусь к своей истории, пришла в школу на экзамен с этой папочкой и засунула, значит, ее под стол, сажусь перед экзаменационной комиссией, такая, и меня начинают спрашивать, значит, а чем вы интересуетесь, там, то, сё. А у меня спектр интересов самый широкий, как сейчас, помню. Я отвечаю, значит, Экебана, Греция и эпоха Николая II. Они все легли просто. Вот, в общем, я не помню, о чем мы конкретно поговорили, в общем, я встала и пошла к столу директора, вот. И он говорит мне, ну, я условно говорю, девочка, а что же у тебя в папочке? То есть они что-то мне написали на листке, я не знаю, достаточно хорошее или нет. Помню, что я очень волновалась, и вот этот забавный спектр, наверное, у педагогов из экзаменационной комиссии смутил. Вот, но потом я подала директору, соответственно, папку, которая тоже, как сейчас помню, была настолько пухлой, что из нее выпадали эти грамоты, и я очень стеснялась, что сейчас что-то развалится здесь. Вот, директор взял эту папку, отнес ее к экзаменационной комиссии, и так я попала в школу. Поступила, я имею в виду. Вот, поэтому нам нужно ценить, на самом деле, наши достижения, благодарить за них Бога, но достижения эти действительно собирать. Ну что ж, спасибо большое, Яна. Я могу только добавить, что наши родители действительно должны принимать участие в том, чтобы собирать все, что касается их ребенка, и наверняка это пригодится им в будущем. Те достижения, которые у ребенка есть, мне кажется, нужно каким-то образом фиксировать. Это даже с точки зрения психологии очень полезно, потому что ребенок будет чувствовать себя состоятельным в чем-либо, будет развивать эту деятельность, будет радоваться, что у него что-то получается, а это лучшая мотивация для того, чтобы продолжать и продолжать, а не опустить руки и решить, что я полный неудачник. И поэтому, да, до конкурса, до проектной деятельности и до портфолио своих проектов. Я благодарю вас за участие в нашей передаче и жду вас у нас в гостях снова, а сейчас прощаюсь, до свидания. Спасибо, всего доброго, Марина. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok